Наступает весна, снег тает, а из-под него появляются ямы и колдобины. Многие водители заметили, что состояние дорог в нашем городе в этом году значительно ухудшилось. А некоторые даже сравнивают их с лунными кратерами или с дорогой после военных действий. В общем, так или иначе, но объезжать эти самые выбоины и колдобины становится все сложнее. По сравнению с тем годом такого не было. По зеленке езжайте, там вообще страшно. Честное слово. Я не знаю, со снегом что ли месяц уходит или что. А Трофимова, как сейчас через месяц будет, я не знаю вообще. Их каждый год все больше и больше. А почему? А потому что снег не убирается. И весенняя водичка с морозиком, она рвет асфальт. И он разбивается в лед. Мало. Построить дороги – это еще ни о чем. Их нужно правильно содержать. Попадая в ямы, водители прежде всего попадают на деньги. Количество ям на дороге прямо пропорционально выручке на станциях техобслуживания. Пробивают шины, загибают диски об эти ямы. Это очень сильно сказывается на подвеске, но, как правило, люди с дефектами подвески, с ремонтом подвески, они будут обращаться уже существенно позже, когда снег растает и более-менее начнут ремонтировать дороги, то есть устранять эти ямы для того, чтобы новые детали подвески не портить об эти ямы, так скажем, на этом дорожном покрытии. В настоящее время средствами дорожного фонда города предусмотрено расходование денежных средств в сумме 17 миллионов рублей. Это на капитальный ремонт и строительство новых дорог. Кроме того, в рамках текущего договора на текущее содержание автомобильных дорог, наши подрядчики затратят порядка 3 миллионов рублей. Но уже сейчас можно сказать, что этих средств будет недостаточно, поскольку на сегодняшний день на ямочный ремонт города требуется более 10 миллионов рублей. Татьяна Светаренко, Сергей Доровский. Новости ОТН. Новости ОТН. Новости ОТН. Новости ОТН. Новости ОТН.